Добрый день. Как же себя вести с ребенком с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении? С чего нужно начинать? И, как правило, я на личном опыте, потому что инклюзивное образование – это моя параллельная тема в психофизиологии, и занимаюсь я этим более 15 лет. И многое в этой политике, не все отрегулировано, не все понятно пока тем, кто занимается непосредственно этим. Давайте немножечко прольем на это свет. Ну и, естественно, что основополагающими понятиями мы начинаем всегда с вами с этого. Для того, чтобы инклюзивное образование собственно состоялось, необходимо разобрать нам с вами такие понятия, как специальные условия для получения образования обучающихся с ОВЗ, адаптированная и примерно адаптированная общеобразовательная программа АОП, так называемая ИПАОП, индивидуальный учебный план, индивидуальная программа развития, индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида. Тема мне это тоже близка, потому что я в данный момент параллельно работаю в школе для второго вида, для слабослышащих детей. И, естественно, что все дети, 104 ребенка в школе-интернате, это дети-инвалиды по слуху. Ну и давайте будем говорить об этом, потому что это очень важно. Если мы не будем знать с вами и в том числе и законодательство, и основные понятия, то, конечно же, нам будет очень сложно работать в едином инклюзивном поле. Что такое адаптивная образовательная программа? Эта программа составляется для... она у нас единая, потому что у нас контингент детей единый, но внутри этой программы еще есть подпрограммы. Ну вот, это учитывается при написании этой программы все психофизиологические особенности развития, но в данном нашем случае это дефект слуха, то есть уровень дефекта слуха. И у нас достаточно много детей еще и имплантированных, как лярная имплантация, то есть это другая уже совершенно психофизиологические особенности, то есть и на них эта тоже программа будет распространяться. Ну и, естественно, что это индивидуальные возможности, и в данном случае дети с ОВЗ, ну, на мой взгляд, самое главное, это учет интеллектуальных возможностей, естественно. Понятно, что все передвижение, условия специальные, отдых и так далее, но в данном случае программа составляется с учетом интеллектуальных возможностей. Дети, поступающие к нам, стопроцентно имеют задержку психического развития, естественно, прежде всего это речевое развитие. Ну и, естественно, что программа должна обеспечивать коррекцию и нарушение развития, ну и, естественно, социальная адаптация. То есть в адаптированной образовательной программе это не только программа уроков, но и программа воспитательной работы, программа социализации и так далее. Следующее понятие, с которым мы с вами ознакомимся, это примерная адаптированная образовательная программа. Это учебно-методическая документация, ее можно на сайте Министерства образования, как регионального, так и федерального, посмотреть и, соответственно, этой программе составлять свою АОП. Индивидуальный учебный план. Естественно, что дети, имеющие ограничения по возможности здоровья, естественно, что они все индивидуальны. И если не набирается группа, класс в частности, который будет очень похож по своим психофизиологическим возможностям, интеллектуальным возможностям, то ребенок, который не укладывается в это, естественно, что для него необходимо создать индивидуальный учебный план, который будет учитывать уже конкретные особенности конкретного обучающегося. Индивидуальная программа развития составляется, естественно, на основе адаптированной образовательной программы. То есть, опять же, мы берем адаптированную образовательную программу и индивидуальная программа развития, что необходимо для данного ребенка или класса. И если, ну, в любом случае, даже если класс собирается по каким-то особенностям, ну, мы не можем с вами точно сказать, что это будут абсолютно одинаковые дети. Поэтому, конечно, индивидуальная программа составляется на каждого ребенка. Ну, и программа реабилитации и абилитации инвалида – это те реабилитационные мероприятия. В школе мы их тоже можем осуществлять, потому что школы и детские сады оснащены, иногда бывают и медицинскими какими-то кабинетами, которые имеют дополнительно оборудование. И, ну, у нас в школе, например, это адаптивная физкультура, то есть та физкультура, которая необходима для конкретных детей, потому что большинство детей есть нарушение координации движения, не все они могут держать равновесие, поэтому, естественно, что необходимо создавать специальные условия. Следующее, о чем мы с вами будем говорить, это, собственно, о психолого-педагогическом сопровождении, потому что, естественно, что оно является наиболее важным, системным, комплексным. Ну, и это системный процесс направленного воздействия на основе выявленных особенностей ученика. Но здесь мы можем и групповыми занятиями пользоваться, и индивидуально, но все-таки опять больше индивидуализация, что, собственно говоря, и затрудняет. Процесс инклюзии, потому что мы забываем о том, что помимо индивидуального ребенка в общеобразовательной школе в этом же классе еще более 20 детей, которые по своим возможностям отличаются от этого ребенка, но мы это не учитываем. Ну, я не буду зачитывать федеральное законодательство, вы с ним, по большей части, уже знакомы. Я составила список для того, чтобы вы могли просмотреть свое свободное время. Тоже касается и регионального, и муниципально-нормативных актов. Они в каждом регионе свои, но, естественно, что определяющим является это положение об эксклюзивном образовании. Но задержимся на локальных актах образовательной организации. Это организационные, прежде всего, организационные документы. Устав каждого образовательного учреждения, организации существует устав. Поэтому, естественно, что прежде чем приступить к практике инклюзивного образования, мы с вами должны внести изменения в устав школы, который будет предусматривать уже принципы и правила совместного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями и детей, которые обучаются в общеобразовательной школе. Дело в том, что здесь нужно четко регламентировать совместные учебные, внеучебные, внеурочные занятия. К сожалению, это не всегда существует. Потому что, когда, ну, мне немножко, знаете, назвать это как вопли, а то счастье, о том, что вот в нашем классе учится ребенок с синдромом Дауна в общеобразовательной школе, и все они хорошо соседствуют, и все хорошо обучаются. Но, извините, если у ребенка степень имбицинности с синдромом Дауна, то посадили, во-первых, несчастного ребенка, который не понимает, где он сидит и для чего он там сидит. Ну, и, во-вторых, это те 24 ребенка стандартно, которые сидят в этом классе и тоже не совсем понимают, и для них этот ребенок развлечение или раздражение. Поэтому здесь нужно четко понять, что совместные учебные, в данном случае учебные занятия, они под вопросом. К сожалению, вот из-за отсутствия регламентации, четкой регламентации организации, и получается вот это. Да, внеучебные, внеурочные только за, потому что мы много организовывали со студентами таких мероприятий, когда работали, и мы приглашали и детей без проблем, и детей с определенными проблемами, в том числе и с синдромом Дауна. И получались прекрасные у нас занятия, которые действительно были полезны и для студентов, и для детей, и, конечно же, для тех деток, которых мы приглашали в гости. Дополнительное образование то же самое, то есть там ребенку возможно дать то же задание, которое делают другие дети, выполняют, например, какую-то поделку, но с помощью тьютера, потому что все-таки мы вернемся к тьютерским программам. Тьютер должен быть обязательно, потому что в данном случае будет отвлекаться, если его не будет, будет отвлекаться педагог, и, соответственно, остальные дети получать должного внимания не будут. Следующее, штатное расписание. В штатном расписании обязательно необходимы специалисты, которые будут заниматься, в том числе с этими детьми, по программе индивидуального развития. Это дефектолог, это логопед, при необходимости добавляется ставка еще и психолога, для того, чтобы он имел возможность индивидуальных занятий с ребенком, потому что выполнить все, и выполняя обыденную работу, педагогу-психологу не удастся. И оплата труда, естественно, что у этой категории сотрудников, она идет с доплатами, установленными законодательством, но не всегда они используются, так что имейте в виду. Индивидуальные учебные программы, учебно-тематические планы на учебный год для каждого ученика с ОВЗ. Но в общеобразовательных школах или выделяются, когда достаточно много детей с ОВЗ, выделяются коррекционные классы направленности, как правило, седьмого вида. Но если такового нет, как правило, такие детки по причине нежелания родителей или по причине отсутствия таких коррекционных, на ближайшей территории коррекционных образовательных учреждений, они выделяются, для них составляются индивидуальные планы. Констингент обучающихся четко должен быть определен в список лиц ОВЗ. Это дети-инвалиды, это дети с задержками психического развития, это дети с нарушением импроведения. Тот, кто помнит практику классов компенсирующего обучения, вот у нас такая практика присутствовала в школе общеобразовательной, когда мы отбирали детей, которые действительно интеллектуально отличались от других, у кого действительно была задержка психического развития детей с нарушениями поведения и общения. И в течение года класс компенсирующего обучения работал по программе первого класса, но, как правило, мы занимались отбором очень тщательно, и подавляющее большинство детей из этого класса переходило в коррекционный класс седьмого вида и продолжало обучаться до выпуска. И обязательно заключается договор с родителями, другой, не типовой, который заключает с каждым родителем в начале года школа, а именно тот договор, который будет предусматривать индивидуальное развитие. Это организационные документы. Есть еще распорядительные документы, ну, вы видите, что это положение, правила, инструкции, приказы, решения и распоряжения. То есть здесь необходимо предусмотреть документы, которые будут регламентировать, определять мониторинг индивидуальных программ развития, мониторинг прохождения этапов индивидуальной учебной программы и динамику коррекционной работы, медицинского плана, психологического, дефектологического, логопедического, того, что предусмотрено. Ну и обязательно должна быть специалисты, работающие с этой категорией, должны пройти подготовку или переподготовку, как мы определились с вами выше, там должны быть специалисты. Ну и локальные акты, которые ведут отчетность о выполнении предписаний медико-психолога, медико-педагогической комиссии. Я думаю, что раз вас эта тема заинтересовала, значит, вы знаете, что они присылают свое заключение и свои рекомендации для школы. Эти рекомендации должны быть четко выполнены, потому что тогда, когда ребенок пойдет на пактонную ПМПК, необходимо будет описать все полностью, отчитаться за то, что было проведено за этот период. Ну и, соответственно, это лечебные профилактические учреждения дают свои рекомендации по необходимости. Это касается, прежде всего, занятий физической культуры, теми спортивными мероприятиями, спортивные секции, которые существуют в данной школе и так далее. То есть дети, занимающиеся спортом. Наши дети заняли третье место на достаточно серьезном недавно мероприятии по тхэквондо. То есть у нас дети занимаются тхэквондо где-то, ну, наверное, процентов 25-30 от общего количества. Ну и теперь давайте будем говорить о тех специальных условиях, которые должны использоваться для получения образования детей в общеобразовательных учреждениях. Ну и сразу же думайте, существует это у вас? Эти СОБЗ у вас наверняка существуют. Но есть ли эти специальные условия? Потому что чаще всего под специальными условиями подразумеваются последние, то есть обеспечение доступа в здании организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Но все-таки это немножко другое. И вот смотрите. Специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы. И опять реалии времени. Ребенок сидит в общеобразовательном классе. Для него специально родители, может быть, отказываются от того, чтобы он занимался по надобному типу обучения. И настаивает категорически на то, чтобы ребенок посещал. К сожалению, это вот категория родителей, отказывающихся от тех условий, которые необходимы для ребенка. Они делают большую ошибку. Мы видим последствия очень серьезные, но переубедить родителей бывает очень сложно. По специальной учебнике. То есть ребенок сидит у вас на уроке, все дети занимаются по программе, принятой в этой школе. А один ребенок сидит, занимается по специальному учебнику. Вот опять я возвращаюсь к тьютерскому сопровождению. У каждого такого ребенка должен быть тьютер. То есть помощник. Учитель дает задание этому ребенку, но тьютер помогает выполнять эти задания. Ну и теперь вот если у вас тьютеры. Мне очень интересно, вот если вам будет время, в чате вопросы напишите. Да, у нас ходит ребенок с ОВЗ, и у него есть постоянный тьютер. Сомневаюсь, очень сомневаюсь, потому что живого тьютера я не видела еще пока. Дальше. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. Дело в том, что не совсем непонятно, почему сокращаются коррекционные школы, в которых сконцентрированы как раз и потрясающего уровня специалисты. И есть специальная техника, например, для наших деток, усилители слуха дополнительно к тому, что они имеют и, соответственно, и визуальные наглядные пособия, которых нет в общеобразовательной школе. Вот. Ну и опять же, мы представляем себе ребенка, которого, ну, возьмем, так же, со сниженным слухом, потому что я наблюдала таких детей в общеобразовательной школе. Не всегда индивидуальные средства усиления, они способствуют достаточному звуку. Поэтому, естественно, что в общеобразовательной школе специальные технические средства обучения, ну, это, мне кажется, маловероятно, потому что это дорогостоящее оборудование, и будет ли оно приобретаться и использоваться достаточно сложно. Ну, и вот предоставление услуг ассистента-помощника, тьютера, так называемого тьютера. Ну, вот я еще раз говорю, что как раз оказывающие необходимы, в том числе, техническую помощь. Это проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий, как правило, это дефектолог, логопед и педагог-психолог. Ну, и обеспечение доступа в здание организации, ну, это пандусы, это поручни в коридорах, это, если возможно, проведение уроков в одном классе, чтобы ребенок этот не ходил туда-сюда. Ну, у нас в классе, в школе обучаются шестеро детей с детским церебральным параличом дополнительно, причем у двоих это средняя степень, они могут ходить с помощью. Но я вам могу сказать, что эти дети сами сопротивляются тому, чтобы сидеть в одном классе, им интересна кабинетная система обучения, потому что, сами понимаем мы с вами, что в кабинете предусмотрены наглядные пособия, которые носить туда-сюда бывает достаточно сложно. Кто в школе должен заниматься организацией и реализацией индивидуальной программы? Заместитель директора по учебной работе, социальный педагог или кто-то другой? Индивидуальной программы какой? Образовательной, развитие или реабилитация? Напишите, пожалуйста, Александра Георгиевна, и тогда я уже... Так, развитие. Развитие, ну, как правило, все-таки, ну, в школах занимается этим социальный педагог совместно с педагогом-психологом на практике. И если вы вмените в должностные обязанности педагога-психолога, работающего с этой категорией, именно разработку и реализацию индивидуальной программы развития, то, конечно, ответственным будет этот человек. Но, как правило, я вам могу сказать, что все-таки педагог-психолог более осведомлен и более профессионален в этой области. Потому что, да, пожалуйста, логопед, любого, ну, если более профессионально хотите получить эту программу, именно развитие, то в данном случае это будет коллективная работа, но ответственным будет педагог-психолог. Это, на мой взгляд. Это зависит от должностной инструкции, которую вы составите. Ну, и, как видите, категории вспоминаем, да, вспоминаем нашу переподготовку и специальную психологию, педагогику и категории обучающихся. Они, в общем-то, не изменяются, как они были, так они и есть. Это дети с нарушением слуха, зрение, речь и опорно-двигательного аппарата с умственной осталостью, с задержкой психического развития. К сожалению, сейчас стало достаточно много детей с расстройствами аутистического спектра и нарушениями поведения и общения. Комплексные нарушения психофизиологического развития, сложные дефекты. Это дети, как правило, надумного обучения. Вот девочка у нас в первый класс пришла, у девочки умственная отсталость, комплексная умственная отсталость, глухота и еще к тому же нарушение поведения, отсутствие контроля произвольного поведения, оно не формируется. Ну и, соответственно, на мой взгляд, есть категории, которые не будут обучаться в общеобразовательной школе ввиду того, что действительно им необходимы и специальные программы, и специальные занятия, которые школа не сможет обеспечить общеобразовательное. Это социально-бытовая ориентировка, например. Это дети с умственной отсталостью, это дети с нарушениями зрения, потому что там совершенно другая программа, поэтому они должны обучаться в коллекционной школе. И слабовидящие дети, к сожалению, я тоже в общеобразовательной школе наблюдала. Это неудовлетворенные педагоги, потому что они действительно не могут этому ребенку помочь. И ребенок, который, ну, зачастую на уроке просто мучается, потому что он действительно очень плохо видит даже с усилителями, то есть с очками. Но интеллект полностью сохранен, составлена индивидуальная программа, и шрифты ему даются, но в любом случае он ограничен в получении образования именно из-за того, что он не всю информацию может увидеть. Но такое возможно. Дети с нарушениями речи, если это компенсируется и корректируется с занятиями с логопедом, есть определенный прогресс. Да, конечно, такие дети могут обучаться, и обучается их достаточно много. Вы знаете, что логопедические проблемы в детском саду, в школе, это одна из основных проблем, которыми мы сталкиваемся. Но, к сожалению, не в каждой школе есть логопед. То есть пока не будет логопеда, этому ребенку достаточно сложно адаптироваться будет в общеобразовательной школе, но такое возможно. Дети с задержкой, с умственной отсталостью мы не можем их обеспечить в общеобразовательной школе теми условиями, теми, потому что там программа совершенно другая. Основной упор делается на социально-бытовую, на ориентировку технологии. В общеобразовательной школе таких кабинетов, которые есть в этих школах восьмого вида, просто действительно поражают иногда своей профессиональностью. И они делают такие вещи, которые, в общем-то, даже не всегда могут делать дети с охранным интеллектом. Но для этого необходимы действительно комплексные особые условия. Дети с задержкой психического развития. Да, я согласна, общеобразовательная школа, но необходимо выделение отдельных классов, то есть классов восьмого вида, что, по счастью, существует еще. И сейчас в меньшей степени закрываются такие классы школ и детей с задержкой психического развития, без сопутствующей какой-то соматической патологии, интеллектуальной патологии, достаточно много. И вот именно эта категория детей, она наиболее восприимчива в коррекционной работе и имея более чем 10-летний опыт работы именно с этими классами, я могу утверждать, что порядка 30-50% в разные годы детей мы переводили после начальной школы в общеобразовательные классы. И где они успешно достаточно заканчивали и 11-й класс, но половина, естественно, что детей с более глубокой задержкой, они выпадали за то. Дети с расстройствами аутистического спектра. Но здесь надо смотреть те расстройства, которые позволяют ребенка, конечно, с ограничениями, но общаться с другими людьми, прежде всего, это учитель для того, чтобы получать то самое образование, слышать учителя, когда он объясняет ему ту или иную информацию. Опыт работы в общеобразовательной школе с детьми с расстройствами аутистического спектра тоже у меня есть определенный. В каждом потоке у нас один или два ребенка были с такими серьезными нарушениями. Нарушениями ног, как правило, все-таки это синдром Аспергера и аутистические расстройства именно ситуативного генеза, которые позволяли развивать детей. Но, естественно, что устранить это расстройство практически бывает невозможно. Но общаться эти дети в меньшей степени, естественно, значительно в меньшей степени начинали и программу усваивали. Я наблюдала с первого до одиннадцатого класса Владислава. И первый класс, он у нас первое полугодие просидел у двери, причем он приходил, рвался сразу же домой, естественно. Но его отличало тихое поведение, то есть он не ломал двери, не визжал, воспринимал все это, конечно, как помеху, дверь закрытую, но тем не менее садился около нее. Первые два урока он просто спал около этих дверей, сидя на полу. Мы его старались не трогать, потому что понимали, что для него это выход из этого состояния. Потом он просыпался, сам садился за парту и начинал учиться. Причем учился он, да, это был ребенок с аутизмом, с легкой достаточной степенью. Он закончил 11 классов, причем закончил он очень хорошо, у него, по-моему, всего лишь несколько четверок. Он сдал очень хорошо ЕГЭ и обучается сейчас в одном из вузов, но я думаю, что и в вузе к нему также будут относиться. Да, он не общается, да, он странный, но, возможно, была вот такая коррекция. Это индивидуальные занятия, потому что в групповых занятиях он отказывался принимать участие. Но индивидуальные занятия с психологом, с логопедом привели к тому, что, в общем-то, ребенок социализировался. Но не всегда так бывает радужно. Ну и дети с нарушением поведения и общения. Здесь мы все-таки давайте четко с вами будем подразделять. Это то, что касается детей с отклоняющимся поведением и с особенностями общения. Или это дети с психопатоподобным поведением. Потому что психопатоподобное поведение – это то поведение, которое ребенок состоит на учете у психиатра, потребляет медикаменты, периодически лечится и так далее. В данной ситуации ребенок просто бывает опасен как для себя, так и для окружающих. Здесь четко должна проводиться работа с родителями, причем комплексно и социальные педагоги, и педагог-психолог, и дефектолог должен объяснять. Обязательно консультация психиатра. И если невозможно скорректировать, или ребенка раздражает очень серьезно, потому что действительно раздражителей в школе, в общеобразовательной очень много. Особенно перемены, особенно уроки, внеурочные. Там масса найдется тех раздражителей, которые будут актуальны для этого ребенка. Поэтому здесь нужно очень четко работать с родителями, объяснять родителям. Иногда на это уходят годы, иногда родители даже не понимают тогда, когда ребенок причиняет вред себе или другим детям. Ну, вы знаете, видели таких детей, или они щипают себя, стучат головой об стенку. Первый раз, когда я его видела, мне стало просто дурно, потому что ребенок со всего маху стукался головой. Сейчас такой ребенок тоже наблюдается. Но с мамой разговаривать бесполезно. Когда мы сказали, вы знаете, он сегодня схватил карандаш, и этим карандашом стукнул себя со всей силы в лоб. Ладно, в лоб. Она сказала, ну и что, дома так же делать, не обращайте внимания. Объяснить маме, что не обращать внимания на это мы не можем. А это все-таки коррекционная школа, и в классе у нас сидит всего шесть детей, а он у нас на надомном обучении и приходит только на уроки и индивидуально занимается с учителем. И такие явления, но в данной ситуации, конечно, вот точно так же он и периодически нападает на детей, но в данном случае решающее слово остается за родителями, что, к сожалению, опять же, не регламентировано, и родители этим пользуются. То есть мама считает, что ребенок хочет общаться, и несмотря на то, что мы маме объясняем, что ребенок общается очень агрессивно с другими детьми, и мы просто боимся за других детей, он не подпускает к игрушкам, в которые он играет, он второклассник сейчас, интеллект у него, конечно, он очень инфантилен, у него нет речи, он очень нервничает, когда его не понимают, и вот такая ситуация наблюдается. В детских садах это тоже достаточно актуально. То есть ребенок зачастую, мамы говорят о том, что, ну его же все обижают, он дает сдачи. Одно дело, он дал сдачи тогда, когда реально существует ситуация, которая к этому приводит, а другое дело, это тогда, когда ребенок общается таким образом со своими сверстниками. То есть он по-другому не умеет. Это не его вина, это его беда, но, к сожалению, родители не понимают, что если ребенок будет на индивидуальном обучении, раздражителей будет гораздо меньше, и в то же время мы сможем образовывать его и воспитывать его на тех же внеурочных каких-то занятиях или вне группы, то, что будет, например, на улице. Ребенку это нравится, и он с удовольствием ходит на улицу, и можно привлекать его как-то социальным сюжетно-ролевым играм, делать его лидером, и социализация будет идти активно. Но, например, он не может сидеть совершенно на образовательных занятиях, развивающих каких-то, значит, необходимо с ним заниматься индивидуально. Еще раз говорю, инклюзия в моем понятии, и я эту точку зрения отстаиваю всегда, это те дети, которые интеллектуально сохранны, с которыми можно говорить и которым можно объяснить. Ребенку с олигофренией в легкой ли степени, тем более средней степени дебильности, мы этого сделать с вами не можем. Ну и дети с комплексными нарушениями, я уже вам сказала, это те дети, которые чаще всего на надумном обучении, чаще всего это от достигнутого, ну и зона актуального развития, она бывает очень большой, и зона индивидуального развития ближайшего, она тоже очень-очень, скажем так, однобоко, развивается в каком-то одном направлении, но тем не менее общение этих детей с учителем тоже возможно. Ну и если позволяет физические дефекты, то, конечно же, этого ребенка надо привлекать на мне урочные. Ну вот девочке мы маме предлагали, она сказала, вы знаете, я, честно говоря, даже не довезу ее до школы, потому что она может на кого-то накинуться в автобусе, даже если мы на своей машине, я просто боюсь, что она убежит, потому что девочке физически она достаточно активна, несмотря на то, что у нее детский церебральный паралич легкой степени, но вот мама сама пока отказывается, но к ней ходят учителя, пока прогресса, конечно, за эти три месяца 0,001. Но даже это позволяет родителям, бабушке, потому что бабушка в большей степени с этим ребенком занимается, посмотреть, как это делается, и продолжить, может быть, в последующем вот эти такие же занятия. Следующее, о чем, это вот как раз специалист психолога педагогического сопровождения. Я вам уже сказала, что сюда обязательно должны быть включены педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог, логопед. Если их нет в школе, но они прописаны, значит, необходимо этих специалистов привлекать, или они будут у вас на четверть ставки, на полставки, если у вас один-два ребенка, или они будут постоянно работать, потому что работы, например, к тому же логопеду очень и очень много, потому что действительно это проблема достаточно серьезная, и специалисты должны заниматься и с ними. Следующий момент. Так, вот смотрите, Жданова Ирина Михайловна, у нас есть тьютеры, но мы склоняемся к тому, что услуги тьютера может выполнять воспитатель. И держать ставку воспитателя сейчас эффективнее, чем ставку тьютера. Имеется в виду коррекционная школа. Ну, по поводу коррекционной школы я тоже с вами соглашусь, потому что количество детей в классах гораздо меньше, и учитель, если он имеет и желание, и имеет профессиональные навыки тьютера, то в данной ситуации, конечно же, это будет более выгодно и для самого воспитателя, ну и не нужно еще дополнительно какого-то постороннего человека допускать в образовательное учреждение. Но еще раз говорю, это должен быть человек подготовленный обязательно. Ну, вот видите, очень хорошо, что он у вас есть. Но в школах этого пока не видно. Так, я просто вопрос параллельно по образовательным программам. Кто должен заниматься образовательными программами? Ну, если это касается детского сада и начальной школы, то, конечно же, непосредственно тот педагог, который работает в этом классе, потому что особенности он более изучает. Ну, контроль и методическое обеспечение – это, конечно, заместитель директора по учебной работе. Если у вас есть методист, то тогда, конечно, методическую помощь будет вам осуществлять. Методист, но их недостаточно много. Ну, вот кто составляет образовательную программу, я вам вот ответила. Так. Ну, пока. Так, ребенок аутист не разговаривает, программу не славит, тьютерское сопровождение, нет логопеда. А зачем логопед при аутизме? Ну, я думаю, что если ребенок – это образовательное учреждение. Если ребенок до трех лет не говорит, то, ну, я с аутизмом, развитие речи занимаются единицы логопедов, дефектологов, то есть те, кто имеет и то, и другую направленность. Но вот практика, да, возможно, если есть возможность у ребенка разговаривать. То есть я не совсем понимаю, что вы не сказали, аутизм какой, какова его глубина, какой диагноз выставляется. Потому что при, например, синдроме Каннера не разговаривает, не общается, тяжелый ребенок, научить говорить его практически невозможно. Ну, реально. Если это синдром Аспергера или ситуативный аутизм, то, да, нужно заниматься. Но здесь индивидуально я вам могу сказать, что на это годы уходят. Поэтому, если согласны родители, пусть они занимаются с логопедом дополнительно, именно с тем логопедом, который работает с детьми с аутизмом. Это совершенно другие профессиональные навыки, это совершенно другие, другая структура занятий. Ну, эффективность бывает значительная, но не огромная. Вот. Это по поводу родителей Натальи Анатольевны Титовой я отвечу вам чуть позже, потому что как раз сейчас мы будем говорить, почему родители не идут и не слышат нас. Ну, пока вот организационные такие моменты, это вот задачи, знания, усовершенствования знаний о психофизиологических особенностях развития, о различных категориях обучающихся с ОВЗ. Это обязательно. Мы с вами все это проходим, мы все с вами это делаем и проводим, проходим курсы повышения квалификации и так далее. И вот смотрите, участие в применении и разработке адаптированных и примерно адаптированных программ психологического сопровождения, методов, технологии, методов. Почему? Потому что все-таки педагог-психолог имеет больше профессиональных знаний именно с категории детей. То, что рассматривали мы с вами на курсах и то, что я преподавала больше 12 лет, это специальная педагогика и специальная психология. Вот. Дидактические материалы для обучающихся с ОВЗ, тоже разработка и применение. Зачастую приходится самостоятельно что-то изобретать, исходя из тех интеллектуальных возможностей, которые есть у ребенка и из тех возможностей именно физиологического плана. Следующее, что у нас. Экспертная работа, то есть участие обязательно психолога, медико-педагогическим консилиумом, участие в разработке локальных актов. Именно в части. Вот вы слушаете сейчас, и я вот сейчас тоже слушаю сама себя, и думаю, у нас ведь этих актов тоже нет. Очень многих рекламентирующих актов. Несмотря на то, что это коррекционная школа, должны быть эти акты. Обязательно. Потому что помимо нарушения слуха, у этих детей есть дополнительные изменения в организме, что необходимо использовать и учитывать обязательно в этом психолого-педагогическом сопровождении. Ну и вот, взаимодействие с педагогическим составом и родителями. Ну и я вам могу сказать, и вы сами прекрасно понимаете, что самая трудная категория у нас какая? Это родители, которые действительно очень тяжело идут на контакт. И я всегда, вот в алгоритме действий, именно психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, на первое место я всегда ставлю для себя и студентам, говорю, и слушателям, о том, что необходимо установить контакт с ближайшим окружением ребенка, с родителями, с опекунами, с законными представителями. Тот, кто действительно занимается этим ребенком. Не просто номинально, что вы поговорили с мамой, зная, что основную работу по воспитанию будет вести бабушка, мама сидит вот совершенно вот абстрагировавшейся от ситуации с ребенком, у которого коклеарная имплантация, который придет в первый класс, и авторитарная бабушка. Конечно же, с мамой, которая еще к тому же ждет второго ребенка, и которая глухая, она будет заниматься своим вторым ребенком, а этим этот останется на бабушке на попечении. Поэтому, конечно же, мы с вами должны заниматься прежде всего установлением контакта с бабушкой. И в данной ситуации, в которой я вам сейчас сказала, это снижение авторитаризма в воспитании этого мальчика, потому что сейчас мальчик у нас, несмотря на как уже ноябрь месяц, он у нас дезадаптирован, тяжелая степень дезадаптации. Слезы, хотя сам учебный процесс ему нравится, но любое замечание вызывает вот такую бурную реакцию, ну, я бы сказала, что страха. Он начинает плакать, перестает вообще выполнять все задания, и сейчас необходимо все-таки то, чтобы бабушка, он у нас домашний в интернате не остается, для того, чтобы бабушка немножко вот этот авторитаризм снизила. Так, вот еще один вопрос. На какие учили, утвержденные программы, можно опираться для составления индивидуальных программ? Ну, дело в том, что это вы берете, я вам уже сказала, на сайте Министерства образования, все эти шаблоны есть, но дело в том, что она поэтому и называется индивидуальная программа. Вы можете в интернете найти их достаточное количество, на многих сайтах образовательных, но дело в том, что вам все равно придется составлять непосредственно для того, ребенка, с которым вы будете работать. Поэтому, пожалуйста, посмотрите утвержденные, но общее содержание все-таки посмотрите на официальном источнике. Так, дальше. Если ребенку требуется медицинское сопровождение, недостаток веса или прием лекарств по заявлению родителей, следует ли включать в план комплексного сопровождения еще медицинских? Если у вас есть медицинский работник и у организации есть лицензия на предоставление медицинских услуг, а это инъекции, применение медикамента вообще в целом, то да, вы включаете программу. Если у вас этого нет, вы можете это включить и указать. Обязательно это реабилитационный центр, дети из СОВЗ, они обязательно посещают раза два в год. Ну и поликлинический, но тогда необходимо вести все-таки определенную иметь связь с лечебным учреждением, потому что медицинский работник у вас все равно присутствует. Насколько родители добросовестно выполняют эти рекомендации? Да, нужно включить, но еще раз говорю, если вы можете сами осуществлять это, пожалуйста, осуществляйте. Как заниматься с ребенком-аутистом, если нет специалистов, только воспитатель и заведующая? Ну, сложно мне сказать. Детский сад общий, если это общеобразовательный детский сад, нет там, то составляйте из того, что вы реально можете сделать, но обязательно большим пунктом вы выделяете рекомендации, наблюдение у врача-психиатра, посещение реабилитационного центра, и в программу вы все это включаете, но опять же контролируете уже тех специалистов, которых вы рекомендовали. Это, как правило, детская поликлиника, психиатрическое отделение и так далее. То есть обязательно, чтобы родители вам приносили выписки из всего этого, и чтобы вы могли действительно контролировать. Но если вы, например, воспитатель, нет педагога-психолога, опять же у вас есть территориальный психологический центр, куда вы направляете этого ребенка, и опять же контролируете, вы просто пишите наблюдение, коррекционно развивающая работа с педагогом-психологом, например, Центр психолога-педагогической социальной помощи «Журавушка». И родителей направляете туда для того, чтобы родители занимались. Дальше. По заключению комиссии с ребенком нужно заниматься по программам. Но ЗПР вариант 6.2. Но он не говорит. Так, по индивидуальной программе обучаю 2 года. Что исправили? Это педагогическая запущенность, а усвоение программы так и не идет. Ну, в данном случае это не задержка, если не это усвоение, то, скорее всего, это будет у вас постановка другого диагноза. Направление на ПМПК для определения образовательного маршрута. И составляете очень подробную характеристику. Именно учебную характеристику, где вы показываете четко, что он не усваивает эту программу. Я думаю, что ПМПК будет проанализировать это и будет уже замена диагноза на умственную отсталость. И тогда, конечно, ребенок будет или переведен в образовательное учреждение, или будете по индивидуальной программе с умственной отсталостью образовательной заниматься, что тоже, к сожалению, присутствует у нас под названием инклюзия, инклюзивного образования. Вообще, инклюзия первоначально – это включение в социальную среду, но не в образовательную. Я не совсем понимаю, почему нет слова в определении при сохранном интеллекте. Вот это мне не совсем понятно. Да, ребенок должен, несмотря на особенности поведения, общения и так далее, но все-таки сохранный интеллект должен присутствовать. У меня просьба к вам, если вопросы есть, пишите, пожалуйста, не в общий чат, а в чат вопросы. Так быстрее находите. Дальше смотрите. Вот как раз взаимодействие с педагогическим составом, родителям, социальным окружением. Зачастую не хватает специализированных знаний к педагогическому составу. И, естественно, что в данном случае нужно организовывать семинары, лекции именно по психофизиологии, нейрофизиологии таких детей, по анатомии, потому что, например, проводили и объясняли нарушение слуха. Ну, не все преподаватели четко понимали, что это такое, как это. Ну, к сожалению, так тоже бывает. Поэтому необходимо будет обязательно эти информационные мероприятия проводить для того, чтобы действительно понимали, что и как. Потому что вот один педагог очень громко говорит. Она не говорит, она кричит. Я пытаюсь ей объяснить, от того, что вы будете кричать, ребенок слабослышащий вас не услышит. Речь должна быть громкой, четкой, раздельной. А то, что вы кричите, он воспринимает совершенно по-другому и действительно не понимает. Ну, вот веду сейчас пока вот эту работу. Ну, пока не совсем прислушивается. Вот, дальше. Консультативная и вспомогательная деятельность совместно с педагогами предметного и методов, предметного циклах обучения. То есть, опять же, мы объясняем педагогу, как ребенок усваивает. Например, вот смотрите, начальная школа, дети слабослышащие. Ребенок слышит. Или после коклеарной, или с усилителями, со слуховыми аппаратами. Но что происходит? Они в большей степени запоминают образ слова, звуковой образ слова. И если меняется начальная школа, первый, второй класс, меняется порядок слов, они не понимают. Потому что они запоминают вот эту фразу по звучанию, но не по смыслу. Вот такая ситуация. То есть, вот это необходимо учителю учитывать обязательно, что необходимо, не меняя структуры предложения, спрашивать именно ее, а не другое. Ну вот, по поводу того, что ребенок задает вопрос, что делать, если ребенок дерется, бьется головой об стену, родители к психиатру не везут. Ну, применяйте какие-то административные, вызывайте к директору, вызывайте к заместителю по воспитательной работе, совместно с медицинским работником. Да, это очень сложно. Но в данном случае надо найти подход к родителю, именно к родителю. Но, к сожалению, вот опять же моя практика подсказывает, когда в первом классе родители не прислушались к мнению нашему общему, потому что это было общее мнение, и ребенок, она просто била его. Как мы узнали потом, она уроки делала с ремнем. И мы сразу обратили внимание, что ребенок у нас замкнулся совсем, перестал реагировать. Буквально через день, через два мы вызвали маму, на что мама сказала, да, я его била и бить буду. Что ж, он должен у меня на двойке учиться. Я говорю, вы знаете, если бы такой ребенок попал сейчас ко мне в отделение, в приемное, я бы положила его 100%, потому что ребенок на грани психоза. Буквально на следующий же день родители забрали ребенка в другую школу, перевели, это был конец года уже, первоклассник. Ну и как мы узнали, через два года все равно им пришлось обратиться к психиатрам, но уже ребенок в тяжелом состоянии, кататонические проявления. И ребенок обучался на дому, но сейчас ребенок не социализирован. Он закончил школу несколько лет назад, сидит дома, но агрессии не проявляет. Мама, вероятно, дает какие-то лекарства, потому что она с нами в этом плане не контактнична. У некоторых детей выпрастают ограничения, стоит ограничение по времени обучения. Выдано 4 года назад до 18 лет. Сейчас ребенку 13. Специалисты нашей школы уже могут усвоить весь объем. А могут ли специалисты? Да, могут снять они. А дело в том, что на любом этапе обучения, продвижение есть, ребенок усваивает. Тогда да, пожалуйста, даете направление, описываете успехи ребенка. Но прежде чем это делать, внимательно очень подумайте, сможет ли он действительно это сделать или нет. И только в том случае, когда уверенность у вас действительно есть, то, пожалуйста, направляйте ребенка, опять же, на ПНПК для определения дальнейшего образовательного маршрута. Имеет ли право родители ребенка с коклеарным аппаратом отказываться от занятий с сурдопедагогом? 2.1. В смысле, а как они? Нет. Входит РСВ, входит у вас в программу, в учебный план. По какой причине они отказываются? Что они коклеарный имплант поставили и все? Реабилитировать и развивать речи у ребенка не надо? Сейчас мы наблюдаем одного такого, которого родители в полтора года поставили коклеарные импланты, ну, с разницей там временной. Но дело в том, что решили, что все, он должен слышать и должен развивать речь сам. Сейчас мы получили... То есть все, ребенка мы не понимаем, ребенок не понимает нас, он слышит, но он не понимает. Мама агрессивная, очень агрессивна к ребенку, агрессивен вот этот как раз ребенок, о котором я выше говорила, и второй класс переведен ему на домное обучение, потому что он опасен для окружающих, потому что неоднократно уже и ножницами замахивался и так далее. Поэтому на каком основании они собираются отказываться? На каком? Вы же можете доказать и на ПМПК, и везде где угодно, что ребенок речь еще недостаточно сформировал. Даже те дети, у которых хорошо сформирована речь, не ведаются в эти занятия, однозначно. Ну и дальше психологическая помощь, естественно, что родителям педагогическая поддержка, психологическая. Самое главное, нужно, чтобы родитель принял ребенка. Вот как только вы добьетесь того, что ребенок, родитель принял своего ребенка со всеми его проблемами, то все, дальше все пойдет очень и очень хорошо, потому что принятый ребенок – это любимый ребенок, непринятый ребенок – это вот Глеб. Дальше. Информационно-просветительская работа, ну это понятно, что информационные материалы подготовить, и так далее, и тому подобное. Ну и я вам могу порекомендовать рекомендацию ДЭС-Солдатовых, Севенковой и Селезневой, методические рекомендации по созданию инновационных организационных форм. Несмотря на то, что это 2014 год, там достаточно много информации. Да, в Московской области, конечно, эти различия будут в каждом регионе свои, но основные методические рекомендации вы сможете получить. Сейчас я просмотрю еще та же проблема в детском саду, слышать, что есть какие-то проблемы. Работа, 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 еще раз с родителями, объяснение, объяснение, еще раз объяснение родителям. Тут, опять же, индивидуальная работа. Это мои данные, которые могут вам пригодиться по общению со мной. Так, сейчас. Та же проблема всадить. Сейчас я еще раз посмотрю в эти вопросы. Так, в детском саду дети с ОВЗ по ОНР третьего и второго уровня всего два ребенка. Одну программу? Нет, здесь мы поговорим с вами об индивидуальной программе на каждом. В этом случае составлять единую программу. Ну, нет смысла вам, потому что эти детеныши, каждый пойдет своим путем. Составьте с небольшими. Общее у вас будет одно, но все-таки это будет индивидуальная программа для и того, и другого ребенка. Так, работаю с такими детьми. Почти все дети страдают слабой памяти, неумением пересказа и обоснованием. Да, к сожалению, много у нас таких детей. Так, это обучает второй год. Так, а по заключению комиссии, так, мы тоже не дают поставить. Так, об этом на этот вопрос я отвечала. Как заниматься? Следует ли включать план комплексного сопровождения медицинских? Ну, какие? Ну, вроде бы все вопросы. На вопросы я ответила. Если у вас есть ко мне, возникнут ко мне вопросы, пожалуйста, обратная связь обеспечена. То есть я обязательно вам отвечу на все ваши вопросы. Ну, а те, кто поближе, пожалуйста, звоните, приезжайте. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.